Как развивается киберспорт в России и может ли он в дальнейшем обойти по популярности обычный спорт, узнаете в нашем следующем сюжете. Сегодня рынок киберспорта возглавляют Китай, Южная Корея и США. Россия, занявшая пятое место в рейтинге стран-лидеров, насчитывает 3816 профессиональных игроков и около 20 лет истории. Что же эти цифры говорят о реальной популярности киберспорта в нашей стране? Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один из спорта не набирает такую популярность. 17 октября российская киберспортивная команда Team Spirit победила на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Причем 10% аудиторий хорошо знают об этом и следили за соревнованиями. В киберспорте есть все необходимое. Там есть комментаторы, студия аналитики, есть свои звезды, есть свои интриги, скандалы. Все есть, что необходимо для хорошего шоу. В принципе, киберспорт это такая сущность, которая зародилась на стыке трех вещей. Технологии, спорт и шоу. Поэтому здесь не требуется телевидение, чтобы сделать из этого что-то. Возрастная категория людей, играющих в видеоигры, составляла от 18 до 24 лет. По проведенному анализу выяснилось, что более половины наших граждан, а именно 64%, полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту. Однако 27% считают, что напротив, можно и нужно развивать данное направление. Я считаю, что нельзя, потому что спорт в классическом понимании этого смысла слова, он обозначает соревнования физических людей в физическом пространстве, с демонстрацией собственной физической силы, ума, логики и так далее и тому подобное. А киберспорт это что? Это просто сидят ребята, нажимают на кнопки. Хочется напомнить и подчеркнуть, что свою порцию признания и ненависти киберспорт получает ежедневно. Однако это не исключает того, что развитие данного сегмента на отечественном рынке будет востребовано все больше и больше. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.